Сегодня я для вас подготовила очень-очень-очень много новинок Faberlic, поэтому давайте сразу приступать, потому что скорее всего это видео затянется. И давайте я начну не с косметики, а с самого такого объемного продукта. Это вот такой вот рюкзак. У них достаточно сильно расширилась линейка одежды, аксессуаров, и периодически они все пополняют и пополняют ее. Поэтому конкретно из самых новых поступлений меня больше всего именно заинтересовали рюкзаки. Если вы следите за трендами, то наверняка знаете, что сейчас рюкзаки на пике популярности. Все бренды выпускают рюкзаки, то такие, то сякие, маленькие, большие, в принципе разнообразные варианты. И я вот недавно у меня появился в коллекции рюкзак черный, и вот этот вот я тоже добавила в коллекцию. Я с ними уже делала видео, лукбук. Если вы его не видели, я вам обязательно оставлю ссылочку, куда можно нажать и перейти посмотреть на мой осенний лукбук. Так вот, я долго сопротивлялась этому тренду, потому что рюкзак для меня, мне казалось, это уже пройденный этап. Это мне слишком сильно напоминало школу, какие-то такие именно юные совсем годы. И я долго сопротивлялась, не хотела покупать себе рюкзак, но после того, как я начала ходить с рюкзаком, я поняла, насколько это все-таки удобно. Я часто гуляю с собакой, часто хожу на разные почты, отправляю посылки, ношу там посылки разные, забираю. И это безумно удобно, вот просто загрузить их все там, например, в рюкзак, чем тащить в руках там в каком-то пакете или как-то так. И просто вот накидать какие-то вещи с собой взять там, например, на прогулку с собакой тоже очень удобно. Поэтому для меня это такой вот как бы практичный, скажем так, аксессуар, то есть больше именно практики в нем, нежели какого-то стильного акцента. Но что касается именно конкретно этого рюкзака, посмотрите, насколько он интересный. Он такой как голографический, переливается множеством оттенков. Очень классно этот рюкзак подходит под какие-то монохромные наряды, например, если у вас все полностью серое. И вот такой вот рюкзак, который переливается вот так вот всеми красками, очень красиво и акцентно выглядит. И в то же время, что касается его качества, то я вполне осталась им довольна, как за ту цену, за которую он продается. Нельзя сказать, конечно, что он там переживет 10 лет, и вы можете его передать по наследству вашим детям. Ну, конечно, это не Шанель, но вот для того, чтобы вот поносить его пока это на пике популярности, вам этого будет достаточно. Теперь давайте перейдем к косметике. Первая новинка для меня, она уже достаточно, мне кажется, ну как, относительно давно появилась в каталоге, но я ее вот только-только заказала. И я сейчас говорю о праймере. Это Face Control праймер, у него номер 6217, основа под макияж. Здесь 15 мл, и указано, что она разглаживает морщины, что она там стирает пор, ну я точно не помню, но в общем-то такой вот, все в одном как бы праймер. Что хочу сказать, это достаточно типичный силиконовый праймер, которых полно на рынке. Если его нанести в район каких-то мимических морщинок, то это сделает их зрительно менее выраженными. Но в то же время, так как это силиконовый праймер, я бы не рекомендовала пользоваться им на регулярной основе, потому что он может забивать поры, и от него может ухудшаться кожа. Поэтому если когда-то на выход, там и для фотосессии, нужно немножко больше привести лицо в порядок, можно обратить внимание на этот праймер. Можно на любой другой, на основе силикона, в принципе все они действуют одинаково. Что касается именно новинок, то я заказала вот такую вот тональную основу, номер я взяла 6309. В первую очередь хочу отметить, насколько мне нравится упаковка этой тональной основы. Она мне напоминает упаковку достаточно дорогой тональной основы EX-1. Здесь же есть помпа, все очень удобно, все очень классно. Вот упаковка вообще, просто придраться не к чему, абсолютно. Мне безумно нравится вот такой вот формат, очень дорого, стильно выглядит. Тем не менее, это как бы пластик, это не стекло, но в то же время выглядит очень-очень даже прилично. Что касается самой тональной основы, я и пользовалась несколько раз, и к сожалению, ну вот как-то это не моя любимая тональная основа. К сожалению, до сих пор мне в Faberlic не понравилась ни одна тональная основа настолько сильно, чтобы она заместила какие-то мои даже достаточно бюджетные тональные основы, которые можно приобрести в каких-то масс-маркет-магазинах. Мне тональная основа Bourjois, мне тональная основа L'Oreal, мне нравится больше, чем вот эти. К сожалению, у всех тональных основ Faberlic присутствует некое скольжение, которое не позволяет ей втушеваться именно в кожу и выглядеть натурально. То есть она все равно как будто сидит сверху, и если вот так вот даже вот мазнуть, то это как будто даже вот, знаете, как немножко стирает и двигает тональную основу. Вот это мне не нравится в такой формулировке. Мне нравится, когда тональная основа полностью вот как бы ее можно втушевать в лицо, и она как будто одним целым становится с вашим лицом. Вот конкретно это, ну, как бы я бы не сильно рекомендовала. Дальше я хочу показать вам две помады. У них уже вот в такой вот упаковке выпускались помады. Они были такого как темно-стальной оттенок у них. Эти вот они выпустили в золотом оттенке. Я себе взяла два номера. Первый это 43069. Это более такой вот повседневный вариант. Ньют-ньют. Очень неплохая помада, увлажняющая. Классическая версия, то есть кремовая помада. Не матовая, не какая-то там металлическая. А вот классическая кремовая помада. Среднее у нее покрытие, то есть неплотное. Прямо таким вот насыщенным плотным цветом она ложится. В то же время мне она понравилась на каждый день. Вполне очень даже ничего. Что касается оттенка 43081, это уже более глубокий оттенок. Эта помада ложится более глубоким цветом. Ее действительно можно наслоить до такого состояния, что она полностью перекроет губы. И достаточно темной будет выглядеть на губах. Единственное, к ней обязательно нужен какой-то контурный карандаш для губ. Потому что иначе она может более неряшливо как-то выглядеть на губах. Из-за того, что она такая кремовая, ей трудно кончики, края губ, вернее, прорисовать будет. Поэтому обязательно контурный карандаш к темным оттенкам я бы рекомендовала. Также у них в этой же линейке, в такой вот золотистой упаковке, вышли тени. На самом деле, я еще когда по каталогу смотрела, я заметила, что растяжка, да, вот именно варианты палеток, вроде бы как те же самые, что и были у них в серебристых упаковках. Но выглядят по-другому. То есть упаковка стала золотая. И я думаю, то ли это все-таки новая линейка, то ли все-таки старая. Оказалось, что когда я заказала, что мне кажется, что все-таки вот именно тени остались теми же, поменялась только лишь упаковка. Мне очень нравится эта линейка теней. У меня уже есть 4 палетки таких. Я взяла пятую, которую у меня раньше не было. Это конкретно номер 5623. Вот конкретно вот эта мне понравилась меньше всего. Я вам обязательно оставлю, напишу, какие номера мне нравятся больше всего. Но вот здесь вот 3 этих оттенка, вот кроме золотого, они неплохие. Но вот этот золотой мне вообще не понравился. Он ложится кусками, какой-то пылью. И вот именно насыщенного золотого оттенка я от него не получаю. А больше получаю вот какую-то крошку такую вот. Поэтому не фанат конкретно этой палетки. Но вот те, которые я вам номера написала, вот на них стоит обратить внимание. Одни из самых, нет, даже не одни из самых, это самые лучшие тени Фаберлик, которые они только выпускают. И я часто их люблю использовать именно как акцентные тени. То есть вот когда мне нужен очень такой вот металлический эффект на веке. Когда мне нужен акцент, например, там на центр века. Я очень люблю использовать эти тени. К сожалению, для меня это не полноценная палетка. Потому что мне здесь не хватает матовых теней. Но тем не менее, вот как акцентные, как дополнительные тени к моей коллекции, очень даже мне не нравятся. Эту штучку я вам показывала уже в своих фаворитах. Если вы это видео не смотрели, обязательно перейдите по ссылке, посмотрите. Там я собрала очень много интересных продуктов. В том числе и вот этот. Я заказала в прошлом заказе эту пудру. Она вот идет вот в форме вот таких вот шариков. То есть сверху идет кисточка для нанесения этих шариков. А снизу, собственно, ну сам продукт. Сам продукт мне безумно нравится. Это очень деликатный хайлайт. И в то же время его можно использовать еще и как пудру, если наносить очень тонкой вуалью. Эта пудра действительно создает такой, знаете, мягкий фокус. Эффект немножко такого блюра как бы на вашем лице. Если не перестараться, то получается очень действительно красиво. И сравнимо с эффектом, который делает пудра Hourglass. Hourglass стоит намного дороже. Даже рядом не стоит цена. Но в то же время вот конкретно вот эти шарики, они какие-то магические. Действительно очень мне понравились. Единственное, вот если бы вот этой части не было, я бы вообще не расстроилась. Потому что кисточка абсолютно отвратительная. Но продукт замечательный. Если вы ищете деликатный хайлайт, вот он у меня сейчас тоже на лице, то обратите внимание, очень хороший продукт. Следующее, что я вам покажу, это будет парфюм. Я редко парфюмы заказываю в Faberlic, потому что сколько я не брала, все мне казались какими-то неинтересными, как минимум. Я бы их могла назвать. Вот этот же был в коллаборации с каким-то известным парфюмером. Мне, к сожалению, этот человек не знаком. Возможно, он какие-то известные парфюмы делал, я не знаю. Но вроде бы как заявлено, что известный парфюмер, в общем-то, в коллаборации сделал именно вот этот парфюм. Я решила попробовать, потому что решила, что известный парфюмер вряд ли поставит свое имя на том продукте, который будет, ну, как бы не очень. Я попробовала этот парфюм, и из всех Faberlic парфюмов мне он действительно понравился. Впервые понравился. У него нет вот этого противного пудрового запаха, который в основном присутствует в большинстве парфюмов Faberlic. Я пудровые запахи очень сильно люблю. Вот этот, я бы его описала как очень насыщенный, глубокий, сладкий аромат. Если вы любите ароматы в стиле вот Dior Poison, то вам, скорее всего, этот тоже понравится. Он настолько тоже глубокий и настолько вот приторный такой вот сладкий, который в один момент как-то вроде и душит тебя, а с другой стороны как-то интригует. Однозначно вечерний, однозначно, наверное, даже зимний какой-то аромат. И я его могу порекомендовать только тем, кто вот такие ароматы любит, кто себе вот покупает в других марках. Я им буду пользоваться, то есть я от него не буду избавляться, но для меня это все-таки такой, вы знаете, акцентный действительно аромат. То есть мне нужно подобрать его под определенное какое-то событие. Вот просто на каждый день он явно не подойдет. И что касается его стойкости, то из-за того, что он вот такой вот насыщенный и глубокий, он очень сильно въедается в одежду, куда-то в тело. И на протяжении очень многого времени он никуда не исчезает, то есть вот остается на вашем теле. Переходим к ногтям. Несколько новинок у меня тоже из ногтевой области появилось. Первая я взяла попробовать вот такую вот смывку для лака. Это средство для удаления лака с витамином F. Снимает лак быстро и эффективно, содержит витамин F и комплекс из растительных масел. Мне очень понравилась упаковка. Здесь вот такой вот дозатор. Вы берете ватный диск, несколько раз прожимаете, и ватный диск таким образом впитывает это средство. После чего вы можете им удалять ваш лак с ногтей. Для меня упаковка очень удобная, потому что я иногда тоже беру, нажимаю один раз, и здесь вот в этой блюдце сверху остается средство, и если мне нужно подправить, я беру ватные палочки или там какие-то маленькие микротипсы, макаю сюда и немножко подправляю свой маникюр. Для меня очень удобно, очень хорошо смывает. Тоже лак, никаких претензий нет. Мне, наверное, это даже понравилось больше, чем вот эти средства, куда палец макаешь и, в общем-то, вытираешь. Потому что те, грубо говоря, там 3 раза, 3-4 раза стер лак. Особенно если ты думаешь, что туда засунуть еще руки с глиттерным каким-то лаком, то, скорее всего, сразу испортишь. А вот это такое более гигиеничное средство, то есть какой лак бы ты не смывал, это никак не влияет на сам продукт, поэтому его можно хотя бы до конца использовать. И тоже взяла 2 лака, заинтересовали меня конкретно эти 2. Первый это укрепляющий, просто вот такая вот укрепляющая база для ногтей номер 7257. Я решила использовать этот лак тогда, когда мне просто лень делать маникюр, для того, чтобы вот слегка просто нанести его на ногти. И в то же время ногти выглядели как бы ухоженными, немножко блестящими, да, глянцевыми такими. Но в то же время никакого цвета на них не было. С этой задачей полностью справляется. Что касается каких-то лечащего, да, компонентов для ногтей, я пока не заметила, не знаю. И вот это средство мне очень, меня очень заинтересовало, и оно мне безумно понравилось. Это номер 7395, это матовое верхнее покрытие. То есть из любого лака, который вы наносите на ногти, можно сделать матовый лак. Я уже несколько раз его пробовала, действительно работает. Очень красивый получается вот такой вот бархатный эффект на ногтях. Я выкладывала тоже фото в инстаграм, там, где я сделала поочередно. Один ноготь глянцевый, второй матовый, потом глянцевый матовый. Мне очень понравился. На красных ногтях выглядит очень как-то по-праздничному, что ли. И стоит это средство тоже копейки, и абсолютно никак не влияет тоже на стойкость лака. То есть вот сколько он держится, столько он и продержится сверху с этим покрытием. То есть не меньше, не больше, вот абсолютно точно так же. И последнее средство для ногтей, вернее это скорее средство для ухода за руками, это крем для кутикулы, увлажнение и смягчение. Это их новая серия про руки. Я тоже им попользовалась несколько раз. Честно сказать, для меня это больше такая вот как игрушка, потому что я практически никогда не пользуюсь вот конкретно вот средством для кутикулы. Я просто беру крем и очень хорошо вот так вот по рукам его растираю, растираю тоже его в кутикулы, везде захожу. То есть у меня руки сохнут очень быстро, я ежедневно пользуюсь кремом для рук. Поэтому для меня вот это как отдельный шаг, ну скорее более нелогично. Но если вы пользуетесь средствами именно для кутикулы, то можете обратить внимание, потому что очень такой неплохой крем действительно увлажняет кутикулу. Она становится такой вот ухоженной, как будто вы только-только сделали маникюр. Последние два средства, которые хочу вам сегодня показать, первым уже пользуюсь, это мыло для рук, новая серия опять-таки про руки. Жидкое мыло для рук, увлажнение, смягчение, алоэ вера, алантаин и демпантенол. Очень мне понравилось это мыло. Вы, наверное, знаете, если смотрите мои видео регулярно, что я люблю их мыло, которое тоже вот с алантаином, но оно с такой вот голубой упаковкой. Оно практически ничем не пахнет, очень такое нейтральное. Вот это же имеет вот такой вот свежий аромат из составляющей, наверное, алоэ в ней. И мне оно очень понравилось, даже может быть намного больше, чем просто которое с алантаином. Поэтому я однозначно буду брать его повторно, мне очень понравилось. И последнее средство, которое я покажу, у Фаберлик появилась зубная нить. Нить очень удобно, потому что это такой продукт, который я постоянно забываю покупать в супермаркете. Я буду ходить по рядам, увижу его вот так вот вплотную и обязательно забуду купить. Фаберлик же удобно, потому что когда проходишься по каталогу, он бросается в глаза и, в общем-то, его, ну, меньше вероятность, что я его забуду заказать. Нить достаточно стандартная, такая вот, как продаются в супермаркете. И на этом я буду видео заканчивать. Показала вам практически все новинки, еще у меня небольшая часть осталась, но я это приберегу, наверное, на следующее видео, потому что я еще в процессе их тестирования. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!